Диана Арбенина. Диана Арбенина в последнее время подвергается критике, общественные деятели пытаются сорвать ее концерты. Тем более удивительным кажется каст второго сезона сериала «Обоюдное согласие», который снимает Валерия Гай Германика. По сюжету героиня Арбениной – сотрудница правопорядка, которой предстоит раскрыть запутанное дело. Перис Хилтон, главная гламурная тусовщица нулевых, надолго пропадала из поля зрения. Однако в последнее время ее жизнь, кажется, налаживается. Перис стала матерью двоих детей, сына Феникса и девочку Лондона родила суррогатная мать. Сама же Перис вновь примеряет образ светской дивы, в этот раз с иронией на себя саму. Ну что поделать? Ну любит она розовая. Татьяна Брухунова. Жена Петросина в целом не ведет светский образ жизни, оставаясь как бы немного в тени своего знаменитого мужа. Ее внимание больше сосредоточено на воспитании сына Вагана, который родился в их семье в марте 2020 года. Татьяна активно ведет сети и недавно выложила неоднозначное фото, внезапное, голое. Поздравление с 8 марта удивило поклонников. Зато напомнила о себе эффектно. Галь Гадот. Последний фильм с участием Чудо-женщины вышел в 2021 году, а потом наступило затишье. Галь Гадот снялась еще в паре фильмов, а на 2024 год анонсирована буквально одна работа с ее участием. Дело в том, что Галь занята семьей. В начале марта Гадот стала мамой в четвертый раз. Последняя беременность протекала нелегко, но Галь все же намерена вернуться в кино. В 2025 году выйдет фильм «Белоснежка», где она сыграет злую королеву. Также запланирован фильм «Клеопатра» с ее участием и третья «Чудо-женщина» Наталия Арейра. Наталия Арейра обожает своих русских фанатов и сама неплохо говорит по-русски. Последние годы Арейра в основном снималась у себя на родине, однако все вскоре может измениться. Есть новости, что Наталия Арейра снимется в российском фильме вместе с Кристиной Асмус и Иваном Охлобыстиным. Звезда появится в новогоднем фэнтези «Письмо Деду Морозу», премьера которого запланирована на 2026 год. Ждем Наталию в Москве. Рене Зилвегер. Рене Зилвегер уже давно все и всем доказала в плане своего актерского мастерства, поэтому может себе позволить сниматься не так часто. Последние годы выходит по одному фильму с ее участием, однако скоро ситуация изменится. Уже в мае этого года начнутся съемки четвертой части истории о Бриджит Джонс. Подробности пока неизвестны, но инсайдеры сообщают, что Колин Фёрд и Хью Грант тоже примут участие в съемках. Анна Асти. Три месяца прошло со скандальной вечеринки, из-за которой отменились большие концерты Анны Асти. Певица выступила на праздничном концерте на ВДНХ, где спела «Царицу» и другие свои хиты. Анна планировала и дальше активно гастролировать, но перенесла концерты из-за состояния здоровья. Недавно она перенесла операцию на обеих ногах и пока не может работать в полную силу.